Всем добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем ставить тесто для пирожков. Поэтому оставайтесь с нами. Будем сегодня делать пирожки с капустой. Так как ребятишки, школьники у меня дома, надо их чем-то кормить. Можешь, не можешь, сил нет, а все равно надо что-то делать. Это любая обязанность любой мамы. В целом, комнату я вам у Егора показала. Егор доволен. Сегодня Егорка сам поедет на прием в детскую поликлинику. Я надеюсь, что он один справится без меня. Все-таки мальчику уже 14 лет. Но он, видите, второй раз получается только в поликлинику пойдет. Поэтому как-то вот так вот. Я очень надеюсь, что будет все нормально. Он съездит сам без мамы. Ну а так, как я себя чувствую, многие переживают. Спасибо вам большое огромное за вашу поддержку. Я себя чувствую намного-намного лучше. Нос немножко еще, правда, позаложен. И бывает иногда, вот когда я выскочу опять на улицу раздетую, то начинает горло побаливать. А так, в целом, у меня состояние уже немного получше. Ну, мне кажется, у меня очень сильно понизился гемоглобин. Хочу достать таблетки попить. Потому что я чувствую, что днем вот с утра встану вроде нормально. А ближе к дню у меня начинает голова кружиться и слабость появляется. Это, мне кажется, понизился гемоглобин. Поэтому буду пить. У меня есть фенюльс. Я его всегда пью, потому что на фермлек у меня непереносимость его. Поэтому пью фенюльс. Достану, пропью курс фенюльса, чтобы на всякий случай перестраховаться. На прием к врачу буду записываться обязательно. И к лору запишусь, когда он появится. И к терапевту тоже запишусь, чтобы назначили мне анализы пройти. Потому что многие написали, что Настя, может у тебя с щитовидкой что-то не то. Хочу провериться на всякий случай. Но если есть специалисты, то проверюсь. Так что оставайтесь с нами. Будем сегодня стряпать пирожки. Вы хотели стряпни? Я делаю. Продолжение следует... Всем добрый вечер. Я иду в садик. У нас снег, как видите, то выпадает, то опять начинает тавить. И так целыми днями. Да, Тайсон? Тайсон, мальчик хороший. Ладно, идем. Надо еще в магазин сходить, сахар купить килограмм. А то сахар вообще дома закончился. И сахар, и все заканчивается. Да, Тайсон? Зарплату бы как-то бы дотянуть. Да? Ладно, идем. Стоим, ждем автобус. Да, Марина? Опять опоздали? Долго вы одевались сегодня. Да? А вчера там... Там Ваня стоит. Да, вчера вы быстро одевались, а сегодня вы долго одевались. Да? Сейчас стоим, ждем. Сейчас, наверное, если не будет автобуса, пойдем пешком. Потому что полчаса стоять я не буду с вами. Да, Ваня? Да, все равно не приедет. Ну да, сейчас пешком пойдем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Первая партия пирожков уже жарятся. Посмотрите, какие красивые и вкусные пирожочки получаются. Пока у меня жарятся пирожки... Да, мама пирожки жарит, да? Будет Ваня пирожки кушать? Да, жарит. Я хочу себе сделать чай. Обычно лимон уже тут в кружку положила. Капа. Да, почему капа? С лимоном-то вкусно. Ты че, сынок? Жарим пирожки, готовим плов. Что еще такое приготовить, да, Ваня? Ням-ням. Ням-ням, да. Ваня не успел прийти сразу. Ням-ням, ему надо. Да? Ты любишь ням-ням? Да. Да. А кто не любит, то ням-ням. Все ням-ням любят. Ням-ням. Да. Ням-ням. Нет-нет, конечно, нет. Сейчас попьем чаечек, и будет все вкуснее. Все. Сильно крепко делать не делаю, потому что не хочу, чтобы потом спать не было. Батя, не я? Нет-нет, конечно. Я не баню. У меня некоторые спрашивают, Настя, где вы отдельно брали с банки, я заказывала на Сима-Ленд. Там большой выбор очень. И недорого, да, Ваня? Ау. Сейчас, подожди, сыночка. Сегодня купила килограмм сахара и три булки хлеба. Две черного, одну белую. Так, сейчас я к вам вернусь. Так, ребятки, первая партия пирожков уже пожарилась. Вот такие вот получались. Жарим пирожки дальше. У меня тут начинка еще, теста еще много. Заготовки уже есть. Так быстро волосы заплетать. Опять, Оксана, лохматая ходит. Знаете, многие меня ругают. Что вы за мать, не можете детей заплести, а потом заставляете ребенка заплетаться. Оксана, тебя сегодня уже заплетали? Да. Как так нет? Да, вообще-то с утра. Она у нас девочка, что у тебя за мусор в голове? Девочка уже большая, да, Оксана? Да. В школу ходит. Мама. Я сама, да, первый класс. Я знаю, что у меня у своей сумочкой. Так, я продолжаю дальше делать заготовки для пирожков. Ну, а вы оставайтесь с нами. Так, вот столько вот уже нажарила я пирожков. И дальше продолжаем жарить. Наделала еще заготовки с пирожками. Еще тесто осталось. И начинка еще осталась. Так что продолжаем дальше жарить. Детки уже кушают. Посадила деток чай пить. Они там в зале пьют. Хотела вам показать. Многие просят на Настя. Иногда показываю в разрыве, в разрезе. Свои пирожки. Вот они, видите, тоненькие. Получается тоненькое тесто. И очень много начинки. Я люблю, когда много начинки. А тесто тоненькое. Да, и все так. Так что всем, кто кушает, всем приятным птицам. Ну, я продолжаю дальше жарить. У меня тут Марина со Светой стих учат. Здесь желтая песня. Здесь упоет. Классную поднаем. Классную поднаем. Здесь осенью. Ой. И что здесь? Нет, подожди. Давай я. Марина, поворачивайся. Следом за летом осень идет. Желтые песни нам ветер поет. Красную над нами стелит листву. Белая снежинка летит в синеву. Давай. Следом за летом осень идет. Желтые песни нам ветер поет. Красную над нами стелит листву. Белая снежинка летит в синеву. Еще раз. Следом за летом осень идет. Желтые песни нам ветер поет. Красную над нами стелит листву. Белая снежинка летит в синеву. Вот. Повторяю еще. Дожариваю уже остатки порошки. Еще на стиле два заготовки осталось. Две штуки. Целый тазик. Уже ребятки поедут. Несколько штук. А? Еще пирожок? Невероятно. И чувствую, что я сейчас уже упаду. Возле печки долго находиться вообще не могу. Последнее время. Раньше могла хоть целый день провести. Сейчас не могу. У меня прям аж голова кругом идет. Начала пить фенюльс. Для того, чтобы гемоглобин поднять. Мне кажется. У меня гемоглобин вообще упал. Поэтому в таком состоянии. Ладно, жарю дальше пирожки. Уже целый тазик нажариваю. Уже все по 2-3 штуки съели. Начинка осталась. Никто доедать не хочет. Чуть-чуть осталось. Дожариваю последние два пирожка. И пойду отдыхать. То голова кругом идет. Напишите вообще, какие вы любите пирожки. Мне будет тоже интересно. Можете рецептики оставить пирожков. Мне тоже будет очень интересно это почитать. Я сейчас прибираю на стиле. Дожариваю последние два пирожка. И пойду лягу. Потому что не могу. Голова очень сильно прожит. Устала очень сильно. Доедай, Оксана, капусту. Так что вот как-то вот так вот. Раньше могла спокойно хоть целыми днями стоять возле печки. А сейчас, видать, из-за того, что еще болею, слабость. И из-за этого не могу долго стоять. Вкусно? Угу. А пирожки вкусные? Да. Да. Как же это? Ладно, дожариваю. Все, дорогие мои. Дожарила пирожки. Целый тазик у меня еще остался. Дети наелись. Дети довольны. Сыты. Это самое главное, как мне кажется. Я сейчас домою от капусты тарелочку. И пойду уже отдыхать. Устала очень сильно. Ах, вода теплая. Это вообще классно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Все, дорогие мои друзья, вот такой вот у меня был сегодня день Напишите, как вам, если вам понравилось Не забывайте написать ваши комментарии А я пойду лягу, потому что состояние у меня уже не очень Маш, поздоровайся со всеми Я отошла так тихонечко назад Ладно, всем желаю крепкого здоровья Всем желаю всего самого хорошего Пишите обязательно пирожки, чем вы любите Может я когда-нибудь такие тоже приготовлю вместе с вами И оставайтесь с нами Всем пока-пока